Девушки отдыхают А что вы еще такое хорошее купили? Волшебную вещь, кошелек. Вы знаете, какой любопытный? Сохраняет деньги просто очень долгое количество времени. Месяц тому назад купил, положил туда деньги, сохранный. Ну научите, как вы это делаете, Николай. Пожалуйста, войдите в магазин, надо купить кошелек, откройте его, положите туда деньги. Там наверху есть молния. Эту молнию нужно закрыть, и все понятно. А что же вы думаете с ним делать? Ну, найду какое-нибудь применение. Подарю кому-нибудь на день рождения. Кстати, Шуров, а когда у вас день рождения? Сейчас. Дарю вам! Вместе с деньгами? Все равно не откроете. Нет, откроете. Мне нужно завтра платить за ремонт телевизора. Позвольте, вы же раз в десять его починяли. Это что ж такое? Все деньги, которые вы зарабатываете, вы тратите на ремонт телевизора? Да, так и получается. Я на него работаю, а он на меня работать не хочет. Ну, вы бы написали. Написал, что романс кому? Ему, телевизору. Такой роман. Хоть и тебя не починили, ни в ателье, ни в мастерской, но за ремонт мы столько расплатили, что ты мне дорогий такой. А вы этот самый телевизор лично вы покупали? Ну, конечно, я. Вы были один? Один. Это неправильно. Что вы? Надо было пригласить вашу супругу. Она бы по-хозяйски выбрала телевизор. Моя жена занята своими делами, своими заботами. Ах, какая обида. И я помочь не могу. Моя жена тоже занята. Вы знаете, она мучается с этим, как его? Что это, да? С капроном мучается. Ведь он же сделан на живую нитку. И все время убегает. А вот на витрине, смотрите, и чулки красивые, и воротнички. А вы разве не помните песенку, в которой поется, что делают для продажи, а что для витрии? Ну, конечно, помню. Два шкафа стояли в артере одной, Пой песню, пой. Один изготовлен для выставки был, А для продажи другой, Отлично был сделан для выставки шкафа. Пой песню, пой. А тот, что в продажу пошел в магазин, Облик имел другой, И покупателей он не пленил. Пой песню, пой. Пой песню, пой. С одной стороны некрасивый он был, Зато дорогой другой, Такими гвоздями сколочен он был. Пой песню, пой. Пой песню, пой. Один изготовлен для выставки был, А для продажи другой, А как вы думаете, Этот неоткрывающийся шкаф кто-нибудь купил? Да ну что вы, кто же его купит? Шкаф стоял и плакал про свою беду, Не могу открыться, Сбыта не найду. Ах, смешно сказать, Но этот неоткрывающийся шкаф ведь я купил, Привез его домой, Теперь не знаю, что с ним делать. Ну что ж, поставьте в комнату И любуйтесь, как произведением искусства. Спасибо, для этой цели я куплю какую-нибудь копию С известной картиной, Повешу и буду любоваться. Ну и прелестно. Зайдите в любой художественный магазин и купите. В том-то и дело, что я там был. Ну и что? Там в рамках мать и роботы Стоят картины разные, Не то чтобы прекрасные, Скорее безобразные. По залам ходит публика, Никто не приценяется, А продавец за столика Сидит сердешно и манит, А продавец здесь не виноват. А продавец здесь не виноват. Это виноваты те художники, Которые выпускают такие плохие картины. Ну конечно, не виноват тот шкаф дубовый, А виноват тот дуб, Из которого он сделан. Который его сделал таки. Ну конечно, виноваты не вещи, Виноваты люди. Зря думают этим наивные люди. Никто с нас не спросит, Никто не отсудит, Но всем бракоделам так сыпят когда-то, Что будьте здоровы, Живите богато.